Шел пятый год войны и многочисленные призывы общественности наконец достигли цели. Что-то начинает меняться, хоть и не с той стороны, с которой все должно бы начаться. Как известно, вчера СБУ вскрыла агентурную сеть противника, скрывавшуюся под вывеской РИА Новости Украина. Собственно говоря, мы и не только мы уже просто устали говорить о том, что все оставшиеся в российские структуры, начиная от банков и церквей Московского Патриархата и заканчивая информационными агентствами и торговыми представительствами, ничем другим, кроме шпионажа и вредительства интересам Украины, заниматься не могут и не хотят. За эти несколько лет они решили, что все так и будет, а потому уже почти не скрывают своей подрывной деятельности. Долгое время наивная публика ожидала от Министерства информационной политики Украины каких-то осмысленных действий в этом направлении, но тщетно. Что-то делается исключительно после очередного громкого скандала и предчувствия того, что к министру могут наведаться граждане, чтобы по-простому и прямо изложить ему свою оценку работы Министерства. Причем вполне очевидным было бы выдворение абсолютно всех российских СМИ из Украины просто потому, что идет война, и российские СМИ работают исключительно в связке со своими военными, обеспечивая им информационное прикрытие. То есть еще осенью 2014 года от этой прослойки не должно было остаться и следа. Откровенно говоря, для меня стало неприятным сюрпризом известие о том, что в Киеве до сих пор существовало представительство РИА Новости. После обысков хотелось бы услышать пояснение министра о том, что до сих пор у нас делают эти враждебные пропагандистские структуры, но скорее всего ничего подобного не произойдет. Вместо министерства уже работает СБУ и, как видно из сообщений, уже задержан глава украинского офиса этой информационной компании. Хотелось бы верить, что эту контору не вышвырнули исключительно по просьбе СБУ, которая вела разработку как самого Гадюшника, так и того круга наших граждан, которые имели с ним контакты. Если так, то скоро мы узнаем много интересного о деятельности российских СМИ в Украине и главное, используя прецедент, Мининформполитики таки выйдет из комы и выгребет все то, что заслано к нам Москвой и в конце концов таки займется СМИ с нашей пропиской, но которая финансируется Москвой. Между прочим, об этом уже открыто говорят наши европейские партнеры, которым абсолютно непонятно такая импотентная позиция Украины в области информационного противостояния с РФ. Мало того, и Штаты, и Британия, и ряд европейских стран устами своих официальных лиц уже не просто формализовали агрессивный пропагандистский уклон российских СМИ, но и указывают на то, что их работа стимулирует появление и усиление террористических движений в разных частях света, но особенно в Украине. За годы войны российские СМИ не подали ни единого более или менее объективного материала о войне, развязанной Москвой. Мало того, российские газеты и телеканалы постоянно продуцируют или ретранслируют ложную информацию, направленную на нанесение ущерба Украине. Тем не менее, этим ядовитым кублом вынуждены заниматься спецслужбы, поскольку профильное министерство занято исключительно освоением бюджетных средств, которые собраны в виде налогов всех граждан, которые не просто недовольны его работой, а возмущены последовательным его бездействием. Иногда складывается впечатление, что лучше бы его вовсе не было. Толку от него все равно нет, но может быть этому миллиарду, который усердно проедают бездельники, нашлось бы лучшее применение. Короче говоря, есть предчувствие, что скоро обыски будут и в самом министерстве, ибо такая импотенция не может объясняться лишь праздностью и бестолковостью его персонала. Должно быть еще что-то.